Талант будущего Кандидатов на стипендию будут оценивать по результатам прошлого школьного года, а именно достижениям в одной из пяти категорий – общественная деятельность, точные науки, гуманитарные науки, искусство, музыка и культура, спорт и здоровье. В каждой категории жюри отберет по пять лауреатов, лучшие из которых будут премированы титулом «Талант будущего». Конечно, важно, какие оценки в школе за прошлый год, но самое главное, какие эти дети после школы, чем они занимаются, с какими хобби, в каких конкурсах, олимпиадах они участвуют. И именно вот эти результаты надо нам отправить. И чем больше занятий и результатов, конечно, туда идти, талант будущего пойдет. Самый главный приз есть 600 евро, одноразовая оплата. И второе, то пятое место в каждом категории будет получать 9 месяцев подряд по 50 евро на свой счет. Фонд конкурса составляет 12 тысяч евро, которые будут распределены между 25 талантливыми ребятами. Организаторы отмечают, что для участия не обязательно быть круглым отличником, нужно лишь получать положительные оценки, но главное быть активным и рассказать о своих достижениях. Распорядиться полученными деньгами победители смогут на свое усмотрение. Например, Дмитрий Горелов, занявший почетное второе место в прошлогоднем конкурсе, отправится учиться в Брайтон. Я занимаюсь молодежной деятельностью всяческой, в том числе написанием разных проектов. И я подавал заявление на этот конкурс о двух проектах. Один из них это был международный обмен, но мне кажется, больше внимания достоин проект другой, который сейчас берет свое начало уже в новом году. Это турнир по зальному хоккею между школами Таллина. И началось все это как просто инициатива единомышленников, которые хотели продвинуть новый вид спорта, который не очень известен в массах среди школьников. И заодно пропагандировать здоровый образ жизни и спорт. Ну а сейчас мы уже являемся официальным соревнованием от Хариду Саммита, от Таллинского департамента образования. Если увлечение ребенка перерастает в нечто большее, становится неотъемлемой частью жизни, то успех и достижения в этой области обязательно должны быть отмечены. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября, а стипендиаты будут объявлены в ноябре. Игорь Дина Плехова, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова